Здравствуйте! Пришло время поговорить на животрепещущие рязанские темы. Что было, что ожидается, что наиболее живо обсуждается. Главное на сегодня в кратком изложении выглядит следующим образом. На озере вблизи села Казарь ищут двухлетнюю девочку резиновая лодка, на которой ее решили покатать родители, перевернулась. Поддержим Донбасс. В Рязани продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Новороссии. В час пик. В Рязани вчера около шести вечера заполыхал автобус. А теперь приступим к подробной панораме дня. Повод для печальных разговоров опять дала летняя жара и какое-то уж, извините, наплевательское слишком отношение наших соотечественников к жизни, как собственной, так и своих близких. Рязанские спасатели сегодня продолжили поиски двухлетней девочки, пропавшей на озере вблизи села Казарь. Это Рязанский район. Пока известно только то, что пап-мама решили прокатиться по озеру на резиновой лодке, а с собой взяли двухлетнюю дочурку. Как уж там дело было, пока неизвестно, но суденышка перевернулась и все трое оказались в воде. Родители отец 39 лет и мать которой 31 выплыли, а вот двухлетнюю малышку ищут до сих пор. По факту гибели ребенка в настоящее время Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В настоящее время также проводятся необходимые мероприятия по поиску тела ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Тонет наш народ этим летом, увы, весьма активно. Более трех десятков зарегистрированных происшествий. 32 утонувших – это против 25 нашедших гибель в воде в прошлом сезоне. Таковы рязанские данные МЧС на сегодняшний день. Купание в несанкционированных местах оказывается вещь с подвохом. Казалось бы, все просто. Разрешили официальные люди из соответствующих ведомств купаться на пляже, значит, все понятно и здорово. Плавай не хочу, только соблюдай нехитрые правила, а главное – не выпивай перед заплывом. Но ведь и они, а тестованные пляжи, могут оказаться при внимательном изучении не такими уж благополучными. На днях, дозволенные ранее, областным центром ГИМС МЧС пляж в Рыбном был закрыт по требованию транспортной прокуратуры. С подробностями Наталья Новикова. Жаркая погода в нашем регионе наконец-то установилась, и люди устремились к реке. Разгоряченные раскаленным городом тела требуют прохлады. А вот о том, где именно они купаются и насколько это безопасно, задумываются далеко не все и не всегда. Основным критерием для выбора водоема зачастую становится просто наличие воды. Купание на несанкционированных пляжах для многих давно стало нормой. Между тем, безопасность пляжей в нашем городе постоянно контролируется, что не может не радовать. Кстати, для того, чтобы пляж был санкционирован и безопасен, не так уж и много нужно. В разгар купального сезона Рязанская транспортная прокуратура и особые акценты сделаны на надзоре за местами массового отдыха на воде. Так, недавно, внимание надзорного органа привлек пляж в Рыбном. Был проверен пляж в городе Рыбное, которым МЧС, ГИМС МЧС России по Рязанской области было выдано разрешение на его использование. Однако, при проверке данного пляжа выявился ряд существенных нарушений, которые сделали невозможным его дальнейшую эксплуатацию и повлекли за собой последствия в виде вынесения акта прокурорского реагирования протеста. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства, такие как отсутствие аттестованного спасателя, наличие медицинской помощи и другие. Кроме того, выявлено нарушение при эксплуатации базы для стоянок маломерных судов с Дюшер Олимпиец. Где купаться и насколько быть при этом безопасности, конечно, личный выбор каждого. Дикий пляж или специально оборудованное место отдыха – выбор велик даже в нашем достаточно небольшом городе. А вот статистика несчастных случаев на воде доказывает и показывает, что все же не нужно бросаться с головой в незнакомый омут. Ну вот и выходит, что одно серьезное ведомство дозволяет пляж к работе, второй запрещает, а не дай бог потонет, кто так и ответственного за это дело не сыщешь. Еще в Рязани говорят о вчерашнем погоревшем автобусе. Около шести вечера понедельника взял, да и заполыхал разноцветно-нарядный паз с многочисленными рекламными росписями на борту. Кто, как и чего выясняют пожарные, вряд ли какие-то дополнительные данные будут озвучены в ближайшее время, так что воспользуемся народными сведениями, добытыми в соцсетях. Кстати, в них же и видеопожар появился. Сам себе режиссеры оказались на высоте и сработали быстрее профессионалов и оперативных служб. Итак, по имеющимся данным, пазик полыхал напротив остановки улицы Пирогова. Вроде бы автобус пробирался в сторону центра города. Предположительно, пламя родилось в моторном отсеке автобуса, но и салон практически полностью выгорел. Как сообщают сотрудники регионального управления МЧС, тушили паз двое брандмейстеров при поддержке одной пожарной машины. Справились за две минуты пострадавших в огне. Нет. Причины происшествия выясняются, а народные версии сводятся к тому, что коммерческие перевозчики не заботятся о тех состояниях транспорта перед рейсами. Проверки проходят недолжным образом. Да и впрямь, что мы маршруток ночующих во дворах не видели. Проснулся водитель, завел автобус, да и поехал. И, разумеется, отнюдь не на пункт придрить своей профилактике и не давление свое мерить, а сразу на маршрут заработок превыше всего. Но, повторим, это даже не версия, а так, печальный вздох потенциальных пассажиров. На наш взгляд, стоит хотя бы вкратце рассказать сегодня и о пункте сбора гуманитарной помощи для Донецкой Народной Республики, открывшемся в Рязани. Он действует по инициативе независимого гражданского объединения «Триколор» и отдельного гуманитарного батальона «Новороссия». Активисты сообщают, что буквально за неделю рязанцы передали жителям юго-востока Украины полторы тонны медикаментов, провизии и снаряжения. Первая газель из Рязани в Новороссии отправилась 22 июля. Сегодня подробности работы пункта выясняла Оксана Тебенихина. Небольшая презентовая палатка, раскладной стул и пожар в сердце. Это все, что на сегодняшний день есть у активистов независимого гражданского объединения «Триколор». Желание принести пользу и возможно спасти жизни людей, оказавшихся под перекрестным огнем в Донецком регионе, заставляет их изо дня в день выходить на свою вахту и собирать гуманитарную помощь для гражданских и тех, кто вынужден был взять в руки оружие. На сегодняшний день, с 9 мая, мы отправили медикаментов из еды и снаряжения около 15 тонн, это около 4,5 миллионов рублей. Люди помогают очень охотно и главная проблема, вот допустим в Рязани мы открыли палатку 6 июля, основная проблема здесь это распространение информации о том, что мы есть, потому что мы обеспечиваем для людей возможность помочь, то есть мы помогаем помогать, то есть мы доставщики, мы организаторы грузов, не более. Для обычных граждан у нас есть отчеты в соцсетях, о нас снимали федеральные каналы сюжеты, о наших грузах, грузы действительно доходят до городов Украины, городов Юго-Востока, нас благодарят главврачи больниц, оболченцы из штабов. Первый пункт сбора был открыт в Воронеже, 6 июля ребята добрались до Рязани, потом планируют отправиться в Липецк. На сегодняшний день им очень не хватает рук, вахта длится всего 4 часа, но желающих заниматься благотворительностью в Рязани мало, а помочь нашим землякам из Новороссии можно как консервами, так и лекарствами. В ход пойдет абсолютно все. На палатках мы собираем медикаменты и медикаменты, список большой, но в основном все сводится к трем вещам. Это обезболивающие в ампулах, антибиотики в ампулах и заменители крови. То есть это препараты, которые нужны для оказания первой медицинской помощи, когда люди страдают от огнестрельных ранений, от взрывов и так далее. Это второе направление, это еда, провизия, то есть не портящиеся продукты. И третье направление, это мужская одежда, как снаряжение, то есть камуфляж, трусы, носки, футболки. Как говорит Макей, препятственно переправить через границу куда меньше, чем здесь, в Рязани. Недопонимание горожан крепче вооруженного кордона. И хотя пакеты и коробки с гуманитарной помощью сердобольные граждане приносят ежедневно, находятся товарищи, которые подозревают активистов во всех смертных грехах. Видимо, отголоски войны им чужды, да и вообще, как бы чего не вышло. Также сегодня в Рязани презентовался так называемый единый номер 112. Это телефон дежурной диспетчерской службы, аккумулирующий тревожные сообщения горожан. Дело это нужный, а потому достойно более подробного освещения. Этим и занимался Глеб Галушкин. Начиная с 24 июля сюда на телефон единой дежурной диспетчерской службы 112 ежедневно поступает около 400 звонков. Горожане сообщают как о чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого реагирования оперативных служб, так и о своих бытовых проблемах, например, отключение света в квартире. Теперь при поступлении звонка от населения о каком-либо происшествии, это может быть связано с реагированием пожарной охраны, полиции, медицинской помощи или аварийной службы Горгаза, звонки приходят с операторов сотовой связи по номеру 112 на диспетчерскую службу. Соответственно, диспетчер по приеме первичной информации населения о каком-либо происшествии перенаправляет этот звонок в ту службу, по которой требует себя оперативно реагировать. Пока номер 112 доступен лишь с мобильных телефонов. Впрочем, к 2017 году звонить можно будет и с обычных городских. До этого момента действует комбинированная схема. Еще одна тема разговора связана со свержением незаконно установленных рекламных конструкций, которые нет-нет, да и появляются в Рязани. Этих монстров городские службы эффектно демонтируют, а люди вокруг интересуются. Почему же ломают картинки? Вот вкратце последние данные о борьбе с контрафактными стендами и щитами. По поручению главы администрации города продолжается работа по приведению в соответствии с действующим законодательством объектов наружной рекламы. С начала текущего года уже демонтировано около тысячи конструкций, установленных на Рязанских улицах незаконно. На сегодняшний день таких стендов в городе практически не осталось. Для демонтажа конструкций задействовано 25 специалистов и 6 единиц техники. Таковы цифры, а подробнее о работах нам рассказали в Рязанской мэрии. После демонтажа все конструкции вывозятся на специальную площадку МКУ техобеспечения, где они хранятся до момента обращения собственника этой конструкции о ее возврате. Если собственник обратится с такой просьбой, с таким заявлением, то он должен будет возместить все убытки, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением конструкции. Ну и последний материал на сегодня, который напрямую связан с жизнью нашей с вами Рязани-матушки. В этот уикенд и выходные дни мы отмечаем День города. Плюсом к нему и День десантника. Организаторы говорят, будет интересно. События нас ожидают многочисленные. Сегодня с программкой праздничных дней в одной руке микрофоном в другой на выезд отправился Глеб Галушкин. Его миссия, надо сказать, была почти невыполнима. Максимально коротко обозначить хотя бы главное мероприятие грядущей праздничной трехдневки. Празднование Дня города растянется в нынешнем году на целых три дня. 1 августа в пятницу намечено очень много физкультурно-оздоровительных массовых спортивных мероприятий. Ждут своего открытия площадки с уличными тренажерами сразу в трех парках. Это в Комсомольском парке на улице Новаторов, в парке имени Гагарина на улице Октябрьской, а также спортивная площадка с уличными тренажерами будет организована на улице Маяковского. Кстати, это не только детские и спортивные площадки, на них могут заниматься также и взрослые. Помимо Центрального парка культуры и отдыха, праздничные мероприятия пройдут и в городском парке на улице Ленина. Здесь состоится первенство Рязани по уличному баскетболу, а далее в пять часов вечера пройдут народные гуляния и концерт живой акустической музыки. 2 августа основным местом празднования Дня города, безусловно, станет Центральный спортивный комплекс. Здесь, за моей спиной, на площадке перед ЦСКА будет организована, во-первых, выставка образцов вооружения. Начнется она в 10 часов утра, а в 12 часов дня начнется основной праздник Рязань-столица ВДВ, который будет проходить уже на стадионе. К торжественному открытию готовится и улица Почтовая. После реконструкции Рязанская улица Почтовая должна превратиться в некое подобие московского Арбата. И, например, здесь в празднование Дня города пройдут наиболее насыщенные и интересные культурные мероприятия, такие как, например, музыкальный фестиваль «Подбелка-2014». Она начнется 1 августа в 18.30 и продлится до 11 часов вечера. Завершатся трехдневные праздничные мероприятия масштабным концертом с участием звезд российской эстрады на площади Победы в воскресенье 3 августа. Ну, о праздничных мероприятиях мы еще поговорим. Время найдется, но уже в следующей программе. А прямо сейчас включаются студийные камеры программы подробности. Сегодня у нас в гостях Евгения Власова, возглавляющая в Рязанской мэрии управления культуры. Она расскажет о мероприятиях Дня города поподробнее. Да и то обо всех вряд ли мы успеем поговорить. Поистине праздничный изобилие ожидает нас с пятницы по воскресенье. Увидимся через самое короткое время в подробностях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА